И давайте поприветствуем, наконец-то, так скажем, человека, ради которого мы сегодня все собрались, Андрея Литарова, доктора биологических наук, заведующего лаборатории вирусов микроорганизмов биотехнологии РАН. Андрей, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Ну, наш сегодняшний рассказ будет о вирусах-бактериях, бактериофагах и соответствующей области биологии. Надо сказать, когда Роман поставил мне какую-то задачу, эту самую лекцию, я был несколько впечатлен, потому что он хотел примерно все и сразу, начиная от истории, заканчивая какими-то практическими применениями. И я постараюсь что-то такое изобразить, хотя это сложно, потому что курс биологии бактериофагов в моем исполнении на кафедре вирусологии занимает семестр. И я еще стараюсь читать три академических часа вместо двух, и плюс еще моя супруга ведет семинары. Вот, соответственно, такой семейный подряд. И мало никому не кажется, потому что биология бактериофагов, это несколько наглое утверждение, могут быть коллеги, которых это раздражает, но с моей точки зрения такая образцово-показательная область вирусологии, которая примерно выглядит так, как мы, наверное, хотели бы, чтобы вся фундаментальная вирусология выглядела когда-нибудь. Так получилось в силу свойств объекта, в силу исторических причин, но биология бактериофагов это не практическая область, это не теоретическая область, и это все сразу, и в том числе она замечательна тем, что в этой сфере можно ставить и решать задачи на всех уровнях организации живой материи, от субмолекулярного до биосферного. И мы начнем с истории, но прежде чем к ней приступить, чтобы не разводить излишние интриги, я коротко напомню, что это такое и как работает. Итак, почему здесь это ерунда? Отлично, видео как-то работает. Соответственно, на этом видео представлены парадигмы так называемого литического цикла бактериофага, который отображает общую идею вируса как некой трансмиссивной генетической программы. Но не любой трансмиссивной генетической программы, а такой, которая может кодировать синтез в клетке капсидов, то есть неких молекулярных машинок, которые потом программу будут перетаскивать уже независимо от клетки. Собственно, вот это и есть идея вирусов. Я думаю, что все ее в 2020 году выучили очень хорошо. У меня такое впечатление, что наш пес, в общем, тоже вполне себе уже различает вирусы и бактерии достаточно четко и обучил других собак в парке. Значит, соответственно, в зале я вижу есть люди старшего поколения, моего возраста и старшего, кто учился в 70-е, 80-е годы, заканчивал школу. И, наверное, вы помните, что в учебнике по общей биологии вот картинка вирус, там было что-то подобное, факты 4 обычно рисовали. И это не случайно, это получилось именно потому, что исследования бактериофагов исторически были главным материалом, который привели к появлению этой концепции вируса, которые сейчас кажутся тривиальны, но на самом деле это совершенно не было так в начале прошлого столетия. Как выяснилось, у бактериофагов, ну или давайте, да, бактериофагов вообще почти всех, за этим небольшим исключением, бывает, почти всех групп, извините, бывает второй вариант жизненного цикла, это был литический цикл, а это так называемый лизогенный цикл. Значит, лизогенный цикл отличается от литического, что после того, как мы ввели наш генетический материал, у хвостатых бактериофагов, мы увидим чуть позже, что означает это слово, это всегда двунетевая ДНК, и в некотором проценте клеток небольшом, вместо того, чтобы убивать их сразу и развивать литический цикл, фаговый геном может встроиться в генетический материал бактериальной клетки и там заснуть. Значит, он некоторое время находится в неактивном состоянии, клетка себе живет, делится, вот, и называется за это лизогенной клеткой. Но с некоторой, тоже не очень большой вероятностью, возможно, активация, или, как мы говорим, индукция вот этого спящего генома, или индукция профага, в результате которой он вступает, опять на литический путь, вырезается обычно из хромосомы и делает вирусные частицы. Вот принято считать, что, точнее, принято говорить, что бактериофаги, которые могут осуществлять и литические, и лизогенные циклы, они называются умеренные. Это почему умеренные, потому что они убивают в клетку не всегда, значит, есть выбор. А те, которые умеют размножить только в литическом цикле, они называются вирулентами. Немножко неудобный термин, потому что в микробиологии слово вирулентный означает заразительный. Вот здесь дело не в том, в какой степени он заразительный, а в том, что просто инфицированную клетку убивает всегда сразу. А умеренный может подумать, либо так, либо сяк. Но зато можно организовать лизогенную клетку, либо лизогена, который будет, как сказать, дальше жить, и действовать в этом мире. И важный момент, что для хвостатых бактериофагов, а хвостатые бактериофаги – это самая, что ни на есть, эволюционно успешная и многочисленная группа вирусов и вообще биологических объектов на этой планете. То есть, если взять среднестатистический биологический объект на Земле, то это хвостатый бактериофаг. По количеству лидирует с большим отрывом по сравнению с чем угодно другим. Соответственно, хвостатые бактериофаги, если они делают вирусную частицу, это всегда происходит в литическом цикле, который может наступить сразу после инфекции, либо в результате индукции профакта. Собственно, это все теоретическое введение, которое нам необходимо для того, чтобы приступить к истории про историю. История началась давно, но такой катарсис происходил в середине 19 века, когда в микробиологии появились два этих замечательных исследователей школы. Луи Пастер, кстати говоря, Луи Пастера 200-летия со дня рождения. Мы отмечали 27 декабря прошедшего года. Мы с коллегами записывали передачу на телеканале «Культура». И статья у меня вышла в поиске про Пастера, если кому-то интересно, можно почитать. И почти одновременно с Пастером работал... Пастер – это французский микробиолог, другой микробиолог Роберт Кох. Они друг друга в силу ряда причин сильно не любили, но, тем не менее, это два отца-основателя современной микробиологии. Пастер сделал очень много чего интересного. К сожалению, сейчас нет времени об этом поговорить. Но, впрочем, его школа дала вот это устройство. Это так называемый бактериальный фильтр, предложенный Шарлем Шимберланом, который работал с Пастером. Собственно, это так называемый свеча, цилиндр из неглазурованного фарфора, который можно было делать так, чтобы эффективный размер пор был меньше среднего размера пор бактериальной клетки. И через него можно было профильтровать какую-то жидкость, отделив бактерии от жидкости. Это сразу находило какое-то практическое применение, например, такие кувшины для того, чтобы фильтровать воду и предохраняться от холеры. Но активно стало использоваться в лаборатории. Еще раз, я не хочу сказать, что главное достижение Пастера – это бактериальный фильтр. Просто это достижение, которое имеет наибольшее значение для нашего дальнейшего рассказа. Пастер вообще мегамозг, один из самых величайших ученых всех времен народов, который сделал много чего. Роберт Кох тоже сделал много чего, но его наиболее важное достижение – это классическая методология, так называемый метод плотных сред и чистых культур, которые на них выращивают. И, соответственно, тоже сотрудник Коха, Рихард, по-моему, Петри, изобрел вот этот вот засуд, который известен как чашка Петри, в которую можно налить плотную гризованную среду и выращивать бактерии там в виде отдельных колоний. Если нам намазать много бактерий на чашку Петри, то колония Сальвюци образует некий сплошной слой бактериальный газон. Особенно если это однородная культура, то это будет тоже иметь для нас некое значение. Итак, вот сочетание этих предметов и методических подходов породило довольно мощную науку, которая в 1845 году вообще не существовала. В 1880 году микробиология была довольно развитой дисциплиной, которая уже входила в клиническую практику, начинали делать клинические исследования, там к 20 веку уже просто рутинно. Уже существовали производства, в том числе производства вакцин и сывороток. Значит, эта технология корнями уходит в школу Пастера, ну, и, так сказать, некоторых других исследователей. То есть люди с бактериями работали много и системно, и хорошо, и, конечно же, они постоянно встречались с деятельностью бактериальных вирусов, которые досаждают даже современным микробиологам, хотя техника, которая позволяет работать чисто, сильно шагнула вперед. То есть фаговые лизисы, ну, в лаборатории не так часто бывают, вот на производстве до сих пор людям мешают. И это было случайное открытие, которое вот напрашивалось само, лезло в руки. Значит, и как раз Луи Пастер, это один из людей, которым приписывают фразу, что случайное открытие делают только подготовленные умы. Но умы оказывались постоянно подготовлены к чему-то другому. И вы понимаете, что когда вы работаете там день и ночь в лаборатории, у вас культура, в которой вы собирались что-то делать, взяла и сдохла. Вы хотели там мышей заражать, вот вы уже там всё подготовили, а культура взяла и сдохла. Это раздражает, и, соответственно, вы её, там, не знаю, выливаете в убивку куда-нибудь, выращиваете новую культуру, не сдохла, и хорошо, идёте заражать ваших мышей. Значит, времени и сил разбираться, почему сдохла предыдущая, совершенно нет ни у кого. И поэтому всё это пропускали, пропускали, пропускали. Есть довольно много литературы, которая, возможно, описывала действия вирусов-бактерий до того, как они были официально открыты. Причём, что интересно, к моменту всего этого вирусы как таковые были уже известны. Собственно, их исходно открыл раньше всех наш соотечественник Дмитрий Иосифович Ивановский. Обращаю внимание, Дмитрий, его часто пишут Дмитрий, но он с этим не соглашался. Значит, 1892 год, это вирус табачной мозаики. Независимо от Ивановского его открыл Мартин Узбейринг, очень яркий голландский микробиолог, но он потом признавал приоритет Ивановского. А также птенцы гнезда Коха, Лёфлер и Фрош открыли возбудитель вируса ящера. Ну, собственно, что они открыли? Что существуют какие-то патогенные агенты, которые проходят через бактериальные фильтры и вызывают заболевания. Соответственно, от больного растения или животного можно опять профильтровать какие-то, так сказать, там среды, и видно, что агент размножается. Вот, собственно, всё. Точка, да, появился даже такой термин фильтрующийся вирус. Значит, фильтрующийся, потому что проходит через бактериальные фильтры. Значит, ничего про то, как это работает, известно, не было. И вот, собственно, одним из людей, который упустил, возможно, главное открытие своей жизни, был наш соотечественник Николай Васильевич Гомолея. Правда, Гомолея потом свои лавры, так сказать, нашёл в этой жизни. Он, наверное, один из наиболее почитаемых микробиологов, медицинских микробиологов в России. Вот, но в 1996 году он, простите, восьмом, не будем сейчас уточнять, примерно в это время он публикует статью о неких бактериализинах. Значит, статья очень запутанная, но идея в том, что он, производя некие манипуляции с разными бактериями, в основном бактериями, возбудителем сибирской язвы, но и с другими культурами тоже, вдруг обнаружил там что-то такое, что вызывало смерть этих бактериальных культур. И если вот эту умершую культуру ещё раз, значит, профильтровать через фильтр, добавить следующий свежий, то эта ситуация воспроизводилась. Но Гамалея в рамках своего проекта был настолько увлечён биохимическими идеями, что он решил, что это какие-то ферменты, накрутил там какие-то сложные интерпретации, и тут же стал мыслить в практическом ключе, значит, придумав многочисленные способы, как открытые им бактериолизины можно использовать для лечения, для создания вакцин, для чего там только нет. Значит, вместо того, чтобы аккуратно поэкспериментировать, разобраться, что это такое. Потому что вот ещё бы чуть-чуть, и честь открытия бактериофагов была бы в России. Но не случилось. Зато и таким образом напрашивающееся вот случайное открытие практически прошло мимо всех, но потом пришёл Фредерик Уильям Туарт, британский микробиолог, блестящий, с блестящим образованием, бывший студент-отличник, который реализовывал вполне осмысленный, продуманный проект, связанный с попытками вырастить вирусы на бесклеточных средах. Это сейчас кажется, что это глупость. На самом деле его проект был очень хорошо основан на имеющихся данных и на эволюционной теории, почему он был такой вдумчивый человек. И работая с попытками вырастить вирусы, он в том числе производил посевы продажной ОСПО-вакцины, которая, как правило, была тогда загрязнена бактериями, в силу особенности способа её приготовления. И он увидел, что что-то странное творится с этими бактериями, на которых он назвал микрококками. На самом деле это, скорее всего, стафилококкус и подермидитис. И исследовал феномен подробно так называемого стекловидного перерождения и, в общем, опубликовал статью, которая называлась о природе ультрамикроскопических вирусов, в которых он очень внятно и хорошо интерпретирует свои данные. несмотря на то, что многие современные историки говорят, что его статья как-то написана непонятно. На самом деле, если читать не спеша и не приписывать ему своих мыслей, то всё на самом деле понятно, очень хорошая, классная работа. Но он был в своих суждениях осторожен и массы за ним не последовали. Потом произошли всякие его жизненные злоключения и он потерял эту нить в своих исследованиях. Неважно почему, зато на сцене появился вот этот замечательный француз слэш-канадец Феликс Дерель. Человек вообще без образования, автодидакт, авантюрист, путешественник. Но, например, он там одно время пытался организовать шоколадную фабрику прогоревшую, потом работал врачом в геологической партии, не имея никакого образования, кроме школьного. В общем, все дело кончилось тем, что он оказался волонтером в Институте Пастера в Париже, в то время, как он наблюдал за изготовлением оборудования для изготовления шнапса из агава, технологию которого он подрядился разработать для мексиканского правительства. И в те времена началась Первая мировая война и Дерель оказался, это тоже интересный момент, он занимался изготовлением вакцин для Нуштарми. Что такое вакцины того времени для Нуштарми даже страшно рассказывают. Вот эти колбы с мутной жидкостью, это какие-то разрушенные суспензии бактерий, которые они разливают по ампулам и запаивают, и, соответственно, солдатам это будут вкалывать, предполагая, что это защитит их от болезни. В большинстве случаев это, конечно, иллюзия. Так это не работает. Но, значит, это была достаточно сложная, тяжелая работа, но параллельно он находил время поисследовать то, что было ему интересно. И исследуя вспышку дизентерии в неком драгунском эскадроне, который отдыхал в местечке Мезон-Лафит, он собственно обнаружил, что если смешать культуру возбудителя дизентерии с фильтратом фекалий этих самых больных через бактериальный фильтр и размазать этот по чашке, то вот можно увидеть, что на чашках возникает такой сплошной слой и в нем дырочки. Ну, значит, вот эти чашки, они, конечно, современные и сделаны чуть-чуть по другой методике, но идея та же. Значит, вот он выдел эти дырочки, на самом деле он увидел их не в первый раз, первый раз он увидел их во время своего замечательного турне, когда он в Аргентине пытался бороться с саранчой с помощью биологического оружия нескими годами раньше. Ну, соответственно, саранчу, по его утверждениям, почти победил, но тут пришли всякие завистники, которые заставили провести его оттуда выгнать. Значит, так что он вынес только всякие яркие впечатления. И когда он это увидел, он написал статью, вот с такой наглой совершенно фразой, что у некоторых выздоровывающих азентерии я обнаружил микроб, который заражает других микроб, и это микробов, это настоящий микроб иммунитета, вот ни больше, ни меньше. И, в отличие от торта, Деррель в это дело полностью погрузился и всю свою дальнейшую жизнь посвятил в основном исследованию бактериофагов. Посвятил исследованию бактериофагов. Кстати говоря, чашки, которые на этой картинке, посеяны по методу, который разработал вот этот замечательный человек, гораздо менее известный, чем предыдущий, Андре Грация. Он разработал способ посеять эти самые бактерии и фаги так, чтобы бляшки были, так сказать, поярче, покрасивее. Он, на самом деле, много еще чего интересного сделал, будучи коллаборатором, или, точнее, учеником Жюля Барде. Не могу переключить. Вот. Жюля Барде. Так. Нет. Не туда. Вот. Жюля Барде. Жюль Барде, Нобелевский лауреат 2019 года за открытие того, что сейчас называют комплиментом крови. Соответственно, это система белков, которая обеспечивает неспецифическую антибактериальную активность и воротки крови. Значит, вместе с Эрлихом и Мечниковым считают такие три кита тогдашней теории иммунитета. И, соответственно, спокойно он себе работал, возглавлял институт Пастера, но не в Париже, а в Брюсселе, который он создал. Ну, в случае, такая франшиза. Значит, но тут появился Дерель, который стал на него активно наскакивать. Это, правда, цитата из мемуаров Дерелли, которые написаны позже. Но идея в том, что он заявил, что вся теория иммунитета Борде, Эрлиха, заодно Мечникова, это теория ошибок, это вообще все про иммунитет крыс виварии, а на самом деле к настоящему выздоровлению чуть не имеет никакого отношения. Значит, то, что выздоровление надо изучать, вот, вправляясь в поле, значит, работая с реальными больными, и, там, значит, смотреть, там, и чего они выздоровчивают. А эта вот вся глупость, она порождает вредные и опасные профилактические меры, читай, вакцинацию. Значит, это довольно сейчас смешно звучит после всех этих холиваров с вакцинацией 2020 года, но мы понимаем, что Дерель занимался производством вот этих вот мутных жидкостей, и, в частности, например, описывает такую историю, что доктор Ру, ученик Пастера, и тогда директор Института Пастера в Париже, в понедельник сказал нам, что к пятнице нужно, так сказать, выдаст 100 тысяч доз холерной вакцины для какого-то корпуса, который отправляется куда-то там, я уже не помню, куда. Значит, говорит, а у нас не было даже питательных средств, зато там была холерная культура в леднике. Ну, ничего, как-то, говорит, напряглись, сделали. Да, вот за пять дней. Ну, значит, понятно, что, конечно, меры профилактики сделаны таким наколенным способом, и, в самом деле, бесполезны и, наверное, опасны. Дерель был совершенно прав, только дело здесь было не в теории иммунитета. И, кстати, вот книжка его воспоминаний, значит, она вышла в издательстве Лавуазе в Париже, читается вообще как приключенческий роман. К сожалению, есть только французское издание, английского он не изделал. Вот. И, соответственно, на удивление всех собравшихся, Дерель, Нобелевский лауреат, вообще уважаемый человек, вместо того, чтобы пустить в ход административный ресурс и прищучить этого нахала, предпринимает масштабный исследовательский проект лет на десять, в котором активно участвует Андре Грация, чтобы доказать, что никаких бактериофагов не существует, это, на самом деле, какая-то девиация метаболизма бактерий. Я сейчас не буду вдаваться в смысл его в общем-то ошибочных теорий, но вот через десять лет, когда Барде позвали прочитать престижную лекцию в английском королевском обществе, значит, он пишет, что несмотря, а мне надо было перевести это тоже, извините, что несмотря, что через десять лет исследований с его коллаборатором ЦУКа он пришел к выводу, что бактериофагия это на самом деле некий автолиз. И более того, мне кажется, эта фраза совершенно она всех потрясает. Значит, его речь в двадцать третьем году, что было бы, наверное, лучше, если бы теория Дерелли была верна, потому что, если бы это было бы так, в нашем распоряжении была бы культура невидимого вируса, и хотя невидимые вирусы имеют огромное значение для патологии, я читаю, вот там, табачная мозаика, ящеры же там во времени другие заболевания были известны, они сегодня полностью ускользают от нашего исследования. И вся эта коллизия достаточно интересная, жалко, нет времени рассказывать подробнее, но имела еще интересный такой побочный результат, важный для того, чтобы хорошо проводить время по вечерам. значит, соответственно, вот этот человек, Синкер Льюис, писатель, Нобелевский лорет по литературе 2026 года, не помню за что, значит, соответственно, у него был приятель, Поль де Крюи, значит, Поль де Крюи, это как раз тот человек, который все время написал культовую книжку «Охотники за микробами», я думаю, что многие в этой аудитории ее читали. И вот Поль де Крюи работал в институте Рокфеллера в Нью-Йорке в одной комнате с Андре Грацием, который там тоже занимался бактериофагами, и в тот момент он был таким яростным сторонником Борде, пытавшимся доказать, что фагов не существует. И, соответственно, как говорят, Ильюис и де Крюи очень любили выпить, и поэтому, точнее, не поэтому, при этом они отправились вместе в круиз, выпили там, видимо, какие-то все запасы виски на борту, и написали драфт плана романа, который потом был написан Женько Льюисом, роман называется «Эрусмит». И это совершенно классная книжка. Значит, он переведен на русский язык, хотя и по-английски тоже читается очень приятно, там не очень сложный язык. Вот, это один из немногих романов о ученом, о микробиологе, и основная коллизия этого романа связана с независимым открытием этим молодым человеком бактериофагов. Вот, соответственно, там, фаговой терапии, то есть все, как мы любим. Значит, причем роман вышел в 1924 году. Соответственно, очень рекомендую эту книжку прочтению, если еще не. Тем временем, значит, к тому моменту, когда Синкро Рьюис начал писать свой роман, значит, Андреа Грация, которого мы уже видели, публикует некую работу о том, как там растут бляшки разных бактериофагов, значит, и в своих выводах этой работы он, в общем, пишет, что, скорее всего, вот это какая-то ерунда, которая, значит, связана, ну, в общем, в парадигме своего учителя. Значит, но эту работу прочитал, да что ж такое-то, не туда, прочитал вот этот вот замечательный генетик, дрозефилист Керман Джозеф Мюллер, немецкий ученый, который в своем обзоре, аж на в 22-м году в журнале «Американский натуралист» подробно обсуждает, это огромный обзор, где, значит, посвященный проблеме гена, значит, соответственно, к этому моменту формальная генетика, так называемая основанная на скрещиваниях, ну, в основном, либо дрозофил, либо растений, значит, она существовала, была концепция гена, но ген был как какая-то такая абстракция, да, вот единица наследования почти математическая гипотеза. То есть, его существование доказывалось довольно сложными, непрямыми экспериментами, и, как говорили терминологии дрозофиляющей генетики на всем еще эзотерический характер, разобраться в ней человеку со стороны было, ну, крайне сложно. И, соответственно, вот этот огромный обзор, посвященный тому, что же такое может быть ген, и как можно подобраться к его физической сущности. И там есть вот буквально одна страничка, в которой он обсуждает эксперименты Андреа Грация, говорит, что совершенно ясно, что у фагов бывают мутации, значит, а следовательно, пишет он, это вот очень нетривиально, у меня прям мурашки каждый раз по коже, значит, мы сейчас вообще не видим никаких различий между тем, что представляют собой частицы Дереля, ну, тут сирич фаги, и гены. И, следовательно, возможно, мы сейчас будем способны растирать гены в ступке и запихать их в печке. Соответственно, мы генетики, возможно, станем бактериологами, физиологическими химиками и физиками, так же, как мы стали зоологами и ботаниками, давайте на это надеяться, пишет Мюллер в 22-м году. Вот, соответственно, не в бровь, а в глаз. Но, значит, дальше, чего там только не происходило, к сожалению, история была длинная, а лекция у нас короткая, поэтому, значит, замьем для ясности, в начале 40-х годов физик-теоретик по образованию, кстати говоря, хороший знакомый Джозефа Мюллера, там по кружку в каком-то, Макс Дельбрюк приезжает из Германии в Штаты поработать. Так, где-то у меня здесь была водичка? В Штаты, значит, поработать, и там потом начинается война, возвращаться ему не хочется в нацистскую Германию, в общем, так он осел в Штатах и стал там дальше работать, и судьба его свела случайно с неким Эмори Элисом, который получил личный грант на исследование роли вирусов в возникновении рака. Значит, но Элис был человеком последовательным, он сказал, что ну хорошо, поскольку никто не знает, что такое вирус, давайте начнем, для начала разберемся с этим. Это же очень похоже на логику современной науки, когда мы пишем все введения о том, насколько важны наши исследования для того, чтобы вылечить рак. Но до этого еще очень далеко, а мы для начала хотя бы выясним, что такое вирус. Значит, соответственно, поскольку грант был небольшой и работать с вирусами животных было сложно, значит, Элис решил работать с бактериофагом. И вот к нему в лаборатории в какой-то момент зашел Дельбрюк увидел вот самые дырки, бляшки так называемые, фаговые. И у него случился, так сказать, некий инсайт гальванический. Он пишет потом, что я никогда не мог надеяться, что я когда-нибудь получил в свое распоряжение что-то настолько похожее на атом в биологии. Значит, и он с головой уходит в работу вместе с Элисом, потом там с другим, его главный коллаборатор Сальвадор Лурия. Вот он у нас справа. Значит, Макдельбрюк слева. И там лет 10 они вот только фагами и занимаются. При этом они организовали некую такую компанию, которая называлась фаговая группа. Но это не формальная группа, а это такое общество по интересам, в которое вступили какое-то количество ученых, которые занимались с этими вещами и сделали там огромное количество разных интересных открытий. И в итоге получили Нобелевскую премию. И когда вот премию дали, в Нобелевской речи запамятовал, как звали, человек, который произнес эту речь, представляет лауреата, была сказана совершенно удивительная фраза, что премия в первую очередь присуждается Дельбрюку, который трансформировал исследование бактериофаков из мутного эмпиризма в точную науку. То есть крайне необычно для Нобелевской премии не за открытие какой-нибудь терлимпомпации, а за то, что навел порядок в методологии. И это реально то, что они сделали, поскольку Дельбрюк был физик-теоретик, имел системное мышление, но при этом очень открытый мозг. И вот из всех этих экспериментов, вот, например, классическая работа, так называемый флуктуационный тест, который часто цитируют как некое доказательство того, что механизм эволюции реализуемый, это скорее Дарвиновская эволюция, то есть отбор из пресса существующих мутаций, нежели Ламарковская, когда генетические изменения возникают в результате действия какого-то фактора, который оказывает селектирующее давление. В данном случае речь идет о мутациях устойчивости к фагам, то есть он показал, что они заводятся сами по себе, и потом мы можем их отобрать, напустив много фагов на бактерии, отвергнув гипотезу, что мутация возникает вследствие контакта с фагом. Я сейчас не буду вдаваться в схему этого эксперимента, ну, просто время мало, но посмотрите, вот это картинки из статьи 43-го года, Татьяна до сих пор активно цитируется, эта методология продолжает местами использоваться. То есть Дельбрюк сделал довольно серьезную математическую модель. После этого они сделали огромный количественный эксперимент, поставив несколько сотен измерений количества мутаций в разных пробирочках. И обсчитав эти данные, пришли к выводу, что имеющееся распределение количества этих мутантов соответствует этой гипотезе не той. Кстати, идея, главное значение для самого Дельбрюка и Лурия было не в том, чтобы доказать, что эволюция дарвинская и не лармарковская. В тот момент никто в этом не сомневался. Наоборот, доказать, что раз у фагов все происходит примерно так же, как у Черков, например, и Юрков, который наблюдаил Дарвин, следовательно, у них действительно есть гена. Гены у фагов это было очень важно. Потом они научились фаги скрещивать, подведя их под методологию классической генетики, что доказалось того, что фаги это генетическая программа, фактически было доказано вот таким образом. Вот. И вот эта, кстати, картинка из их другой работы тоже очень изящная, в которой делается вывод, что количество фагов, выходящих из одной инфицированной бактерии, зависит от размера этой бактерии. Как это померить? Вот так сходу не скажешь, мерить объем бактерии, потом ее инфицировать, но это же физик, и он, собственно говоря, просто взял и ухитрился определить выход фагов из многих отдельных бактерий, а также общее распределение бактерий по размеру, и увидел, что они очень хорошо согласуются друг с другом. То есть, вот такого рода подходы действительно навели порядок в очень большом количестве. Они тщательно калибровали методы, разобрались с кучей какой-то там как сказать булшит, ерунды, которые люди писали, соответственно, подобрали объекты, на которых все работает четко и хорошо, и пришли к своему центральному выводу. Это был один заход на основные концепции вирусологии. Второй был с этой стороны, ой, времени-то уже сколько, соответственно, со стороны как раз лизогинии, про которую мы с вами успели поговорить, в лаборатории, в лаборатории Джошуа Ледерберга работала, да, велись работы по скрещиванию бактерий с помощью механизма так называемой конъюгации. Действительно, у бактерий есть некий аналог полового процесса, который очень близок к настоящему спариванию, когда клетки образуют мостик и через него передается ДНК. Значит, в принципе, можно даже передавать хромосомную ДНК, и этот метод позволил впервые тоже использовать методы генетики и на бактериях. Значит, их оказалось возможным скрещивать. И вот жена Ледерберга, совершенно очаровательная, по-моему, девушка, Эстер, в какой-то момент взяла и открыла в одном из этих штаммов умеренного бактериофага, который можно было индуцировать. Мы говорили про лизогенный цикл, то есть в геноме одного из штаммов обнаружила, мы сейчас знаем, что в геноме, а тогда просто было понятно, что в штамме, она обнаружила некий бактериофаг, который там сидел. Это был знаменитый факт лямбда. Чем факт лямбда лучше, чем многие другие? А тем, в том числе, что он оказался в тех конкретных штаммах, которыми они уже научились делать все эти эксперименты. И дальше, например, строить такие генетические карты по времени передачи каких-то маркеров по конъюгации. И дальше это довольно быстро привело к пониманию, что этот самый зародыш профаг лямбды это не какая-то неведомая фигня, которая там где-то в клетке лежит. А это просто кусок каких-то генов, который встроен в вполне конкретное место. В частности, между геном ГАЛ и БИО. Значит, соответственно, ГАЛ это один из генов галактозного, а БИО это ген синтез биотин. Вот, то есть вот с двух сторон как бы зашли, оказалось, что да, фаги это трансмиссивная генетическая программа, и дальше уже в пределах фаговой группы было доказано, что генетическим материалом является ДНК, но никак и попал ДНК, на самом деле фаговая ДНК. Самый знаменитый эксперимент Херш и Чейза был сделан на фаговой ДНК с радиоактивным мечением отдельным белков. И потом уже появилась структура ДНК и вот эта вся дальнейшая наука, там было еще очень много чего интересного сделано, основы функционирования генов во многом были сделаны на фаговых экспериментах, но не полностью, конечно, там еще бактериальная генетика заметно помогла, молекулярная биология геокариотических объектов пошла сильно позже. Вот, ну еще я бы упомянул вот этого замечательного человека, это Андрей Львов, француз русского происхождения, который совместно со своей помощницей Антуанет Гутман разобрался тоже в природе лизогения и открыл явление индукции. То есть, на самом деле, он открыл, что если на лизогенную бактерию, правда, не на любую, ну, на многие, посвятить, например, ультрафиолетом, то можно заставить профаги активироваться в товарном количестве. Не случайно, там, по чуть-чуть в отдельных клетках, ну, и там, примерно во всей культуре. Вот, и соответственно, кстати, тоже получил за эти работы Нобелевскую премию. Интересно, между прочим, что его мать это та самая девушка, освещенная солнцем, кузина Серова Мария Симоновича. Вот, значит, на этом я заканчиваю экскурс в историю и, соответственно, перейдем к тому, к чему мы, собственно, пришли после последующих 50 или 70 лет исследований. Это все примерно 50-е годы, 2023 пошел. Значит, мы как я сказал, наиболее распространенным биологическим объектом на планете и лидирующей по численности группой фагов являются хвостатые фаги. Вот эта вот картинка справа, это электронные микрофотографии из нашей работы, это фаги экстрагированные из, не выделенные, просто физически экстрагированные из образца фекалий лошади. Они, видите, довольно разнообразные, но все это одной вот схемы, да, вот какая-то головка экосоэндрической формы и у нее торчит какой-то хвост. Значит, при всем разнообразии форм и размеров на самом деле это так называемая монофилитическая группа. Можно доказать, что у них есть общее происхождение. Правда, корни его теряются в веках, это где-то еще до разделения бактерий архей. То есть, нам 3,5 миллиарда лет назад произошло. Это еще там гораздо древнее, чем то самое дерьмо мамонта. Значит, а слева это криоэлектронная томография процесса инфекции клетки и колия, ну или там псевдоклетки и колия фагом Т4, классическим объектом, где можно с наиболее большими подробностями посмотреть, как все выглядит. Так вот, собственно, вот эти вот штуки это на самом деле, как ни странно, ни фаги, ни вирусы это некая часть понятия вируса. Это то же самое, как семена, не есть растения. Это некоторая часть жизненного цикла. Это вирусные частицы, функции которых, на самом деле, три функции. Это обеспечить защиту генетического материала, в данном случае двунетевой ДНК, от агрессивной внешней среды, это обеспечить распознавание среди всех возможных частиц потенциально пригодной клетки и обеспечить транспорт нуклеиновой кислоты через все оболочки клетки. А те, кто имел какой-нибудь курс в микробиологии, в анамнезе, наверное, помнят, что у бактерий достаточно сложные клеточные оболочки, через них так просто не пролезешь. Это требует серьезной, слаженной работы определенной молекулярной машины. То есть, фаговые частицы это молекулярные машинки однократного действия вот с этими тремя функциями. Эти функции совместимы с чисто термодинамической точки зрения, потому что защита значит стабильность, а значит нужна низкая свободная энергия, а распознавание, да, значит, соответственно, транспорт, значит, наоборот, нужен запас энергии, то есть она не должна быть на минимуме, а распознавание это еще значит, что должен быть какой-то спусковой механизм, причем не очень, не очень тугой, чтобы все-таки иногда срабатывал. Значит, соответственно, это плохо сочетается со стабильностью. То есть это молекулярные машинки, такой сложный инженерный компромисс. Значит, и может быть недаром они вот немножко похожи на космические аппараты значит, с сходными функциями. Значит, рассказ о том, как все это устроено, работает, занимает действительно несколько лекций, и поэтому я туда не полезу, а просто покажу вам два видео. Значит, с совершенно минимальными комментариями, видео уже немножко старые и там немножко не соответствуют в деталях тому, как все происходит, но зато они сделаны группами серьезных структурных биологов и на момент их изготовления в общем были соответствовали тогдашним представлениям. изменились действительно детали, поэтому если потом захочется спрашивать про тонкости, спрашивайте, я с удовольствием отвечу, но уже в частном порядке. Итак, видео первое, факт Т4 атакует клетку и коля, а можно его как-нибудь запустить? А, вот, все, поехал. Вот у нас самый факт, он, ну, на самом деле он, конечно, не падает, акцеленаправленно оболтается просто бровановским движением и случайно встречается с клеткой и коля. И тут он сейчас распознает ее поверхность с помощью своих длинных хвостовых фибрил. Это вызывает перестройку базальной пластинки сокращения чехла. Вот он, значит, будет бурить сейчас дырку в стенке и коля. Чпук. Значит, соответственно, вот эта иголка проникла через внешнюю мембрану, отвалилась, там, ферментативный домен проделал дырку в пептидогликане, это жесткий слой, и центральная трубка доходит до поверхности плазматической мембраны, не протыкая ее. Все, начинается транспорт ДНК и дальше всякие прочие события. Значит, прочие события мы тоже сведем к минимуму в другом видео. Так, это видео про сборку частицы ФАГТ4 в клетке. Я его, наверное, почти совсем не буду комментировать, просто чтобы мы сегодня с вами ушли не за полночь. Тоже, кстати, сделано очень толковыми вирусологами группы Петра Леймана, впрочем, выходцы из той же лаборатории, где я делал кандидатскую. Ну, да, там все начинается с того же самого заражения и сборка этого самого ФАГТ4 устроена так, что у него отдельно собирается головка, отдельно хвост, потом они объединяются. Поэтому собираем нижнюю часть хвоста, базальную пластинку так называемую, все эти разноцветные штуки, белки. DP означает джинпродакт, так означает Т4 по традиции в его белке. Пройдут где-то номером таким-то. Это центральная часть базальной пластинки, так называемая пробка. На самом деле, это не 28-й, а белок 5.4, но кого-то интересует насмелись. Вот, 6 клиниев собрались вокруг этой пробки, всякие прочие запчасти там добавлены, это 11-й по-моему, белок. А вот это короткие фибрилы, увидели, что они разворачивались по инфекции. Вот, соответственно, ну, как-то так. Так, теперь собрали базальную пластинку, на ней надо нарастить трубчатую часть хвоста. Вот эта вот штука, которая вылезает, это так называемый тейп межепротеин, собственно, рулетка, некий белок, который определяет длину хвоста просто своим физическим, ну, действительно, рулетка. Правда, возможно, механизм там чуть другой, но вот центральная трубка это сократимый чехол, у Т4 сократимый хвост, поэтому и крышечка. Когда все собрали, надо, чтобы эта структура перестала расти. Вот, хвост почти готов. Теперь головка. Ну, здесь много, конечно, допущений они сделали. Почему-то Т4 она собирается исходно на внутренней поверхности мембраны, хотя так очевидной причины я не знаю. Собираются внутренние строительные леса с большим количеством вот этот главный белок строительных лесов, потом начинает собираться оболочка головки из пентомеров главного белка оболочки, вот они валятся туда сверху, и еще у Т4 отдельно есть белок для вершин, у многих фагов это тот же самый, после этого строительные леса разбираются протеазой, осколки выходят, проголовка отсоединяется от мембраны, сейчас будет упаковываться ДНК от нее. ДНК тем временем реплицируется, ее там доработалось много, соответственно, это упаковочный мотор терминаза так называемая, вот она подошла к портальной вершине, насчет которой это он насчет, и давай за счет энергии АТФ закачивать туда ДНК с помощью вот такого элегантного механизма. Когда головка заполнится, допустим, заполнилась, и ДНК обрезается, и головку тоже надо закрыть крышечкой. Теперь придется присоединить хвосты к головке, соответственно, а, нет, простите, при чем присоединить хвосты к головке, еще на поверхности головки собираются так называемые декорирующие цементирующие белки, ну, всякие. Тут упущены некоторые интересные моменты, но не будем занувствовать. Головку собрали. Внутри ДНК правда уложено конечно неподобным хаотическим образом, как ни странно довольно аккуратно организовано, но мы толком не знаем как там. Это некая интересная загадка, как именно уложено ДНК внутри головок фагов. И вот мы соединяем головку с хвостом. Это простая произвольная реакция, может прямо в пробежке осуществить. А после этого собирается довольно сложный комплект фибрил, начиная с воротничка. Я, кстати, про него диссертацию делал. Вот это длинные фибрилы. И ну, собственно, все. Потом вспомогательные всякие белки уходят. и вот у нас с вами есть готовые частицы ФАГД-4. Причем интересно, что в инфицированной клетке, когда какие-то частицы уже готовы, другие только начинают собираться. То есть это не стапель, это скорее конвейер. То есть там вообще нет контроля работы генов в зависимости от того, что уже получилось. Все эти цепочасти валятся как из рога изобилия и сами находят свое место. Такова логика всего этого дела. Ну и когда прошло достаточно времени, сработывает некая специализированная система, в которую мы сейчас вообще не полезем в деталях, делается большой бумс и соответственно клетка лопается и высвобождает все эти частицы наружу, чтобы они нашли себе новые жертвы. Это, кстати, тоже очень интересный момент. Посмотрите, у нас была клетка потом анализировалась фазом, все содержимое клетки, включая недоделанные фаги, в мелкий дребезг разлетается и превращается в пул некоторого растворимого вещества. Это важно. Вот. Ну вот, соответственно, это как это работает. Теперь, собственно, к основному содержанию наших штудий, собственно, каковы взаимоотношения бактерий и фагов и нас со всей этой жизнью. Вообще, как я говорил, вы зря убрали черный фон, ну ладно, убрали и убрали. Значит, бактериофаги самые распространенные объекты живые на этой планете, их примерно 10-31 штук. Если все частицы фагов выстроить в одну цепочку одну с другой, то получится цепочка длиной примерно 100 миллионов световых лет. Но это где-то в 40 раз дальше, длиннее, чем расстояние до ближайшей соседней галактики, в частности, туманности Андромеда. А во многих средах, ну, например, в море, количество вирусных частиц превышает количество бактериальных клеток, ну, допустим, раз в 10. И этот факт, что всего этого так много, был открыт сравнительно недавно, в самом конце 80-х, начале 90-х годов. И с этого момента начинается взрыв работ по экологии бактериофагов, которая до 90-го года была, ну, крайне занудной и неинтересной наукой. Там просто люди немножко догадались использовать более совершенные методы. Как же всё это дело взаимодействовать в природе? Чтобы это обсуждать, нужно обратить внимание на следующий важный момент. Мы сказали, что одна из функций частицы бактериофага опознать подходящего хозяина. Но опознать подходящего хозяина, как может эта тупая молекулярная машинка, которая срабатывает один раз примитивным образом. Исключительно узнав какие-то сигнатуры, какие-то характерные молекулы, которые представлены на поверхности того, что может быть подходящим хозяином. И, скорее всего, не представлены на поверхности того, что хозяином быть не может. А как их узнать? Ну, связать с помощью соответствующих белков. То есть в сущности распознавания вирусом, в частности фагом клетки это химическая реакция образования некого некоэвалентного комплекса из белков с тем, что они связывают. Это что-то, это могут быть какие-то полисахариды, это могут быть какие-то поверхностные белки, ну, и еще там некоторый набор структур. И мы понимаем, что вот эта кривоэлектронная реконструкция бактериофага, к сожалению, линейка съелась, но нашего фага, который мы выделили в нашей лаборатории, вот собственно белковая молекула, которая отвечает за взаимодействие с первичным рецептором, и вот здесь, вот примерно вот здесь, есть маленькая ямочка, куда этот рецептор попадает. То есть белки маленькие, и взаимодействуют с рецептором не целиком, а еще какой-то ямочкой на своей поверхности. То есть участок рецептора, который они распознают, это там пара-тройка остатков сахара, или несколько аминокислот. Это даже не белок и полисахарид. Это вот действительно что-то маленькое. И что-то маленькое зачастую можно поменять в процессе эволюции без большого вреда. И по этой причине большинство бактериофагов уже на уровне просто распознавания хозяина обладают довольно узкой специфичностью. То есть даже если мы проигнорируем все остальное, почему бактериофаг обычно инфицирует один или несколько штаммов в пределах вида, или там какую-то группу штаммов в пределах вида, или там близких видов бактерий. Одно из простейших объяснений, потому что он не может распознать все остальное как что-то подходящее. То есть здесь возникает дилемма, либо релаксировать это распознавание и тогда он будет пытаться вводить свои ДНК куда ни попадя просто гибнуть при попытке инфицировать частичку детрита. Либо же он пропускает много потенциально подходящих клеток, потому что у них нет поверхности сигнатуры. То есть мы к чему пришли? Что у нас есть саморазмножающийся убивающий фактор, который узкоспецифичен и это не очень очевидно, его действие сильно зависит от плотности хозяев. Почему? А потому что у него нету активного поиска, он просто болтается как броуновская частица, и соответственно вероятность встречи фага с бактерией зависит от концентрации и бактерий фагов. Вот один из коллег привел в своем обзоре такую метафору, что если мы представим себе бактериофаг размером с человека, точнее, если мы представим себе бактерию размером с человека, то фаг будет возьмите примерно такие размеры, с крупной апельсин, и миллилитр жидкости будет среднего размера озера, ну, Валдейске, скажем. Вот представьте, что там, допустим, 10 апельсинов, ну, даже 100 апельсинов и 10 людей могут плавать в Валдейском озере, в общем, бесконечно долго, не встречаясь практически никогда. И у нас есть довольно большое отношение апельсинов к людям, но вероятность их встречи не очень высокая. Значит, если людей будет 10 тысяч апельсинов в те же самые 10, то, несмотря на, казалось бы, невыгодные отношения, факт к бактерии, вероятность их встречи будет гораздо выше. То есть эффективность размножения фагов зависит от плотности популяции хозяев, например. Вот. А эффективность убивания хозяев от плотности фагов, но не от соотношения как такового. Вот. Это важный нюанс. И так, как это все работает в природе. Ну, естественно, так сказать, тоже голубо. Значит, соответственно, вот картинка из очень недавней статьи про то, как взаимоотносятся фаги некого вибриона патогенного для устриц на устричной ферме в городе Бресте во Франции. Значит, соответственно, люди выделили много культур этих вибрионов, много культур бактериофагов и выяснили, что что вот эти вот самые разные бактериофаги инфицируют какие-то культуры, причем видно, что вот, например, бактериофаги вот этой группы, похожей вот на этот, они заражают большую часть, но не все вот этого кластера бактерий. Значит, а кластеры определены были с помощью так называемой молекулярной филогении. Ну, это родственные взаимоотношения, реконструированные по последовательности некого гена. В данном случае ДНК Гераса. То есть, а вот в пределах кластера тоже есть дырки. Например, они инфицируют вот этот конкретный фак все за исключением вот этих двух. А здесь, например, вот эту группу штаммов инфицируют, а всех остальных нет. Стали разбираться в чем дело. Выяснилось, что с точностью до кластера их активность лимитируется поверхностным рецептором. Ну, просто, у этого кластера такой, значит, они могут распознать этого другой. А вот внутри кластера бактериальными противовирусными системами, которых на самом деле тьма тьмущая. Вот, соответственно, уже после инфекции клетки, значит, клетка может попытаться либо, как сказать, отбиться от этой инфекции, либо, в крайнем случае, совершить суицид, значит, защищая популяцию. И поэтому уже после инфекции жизнь вирусов тоже не так простая. И действительно, кстати, оказалось, что фаги, которые были выделены одновременно с бактериями в какой-то день, заражают их гораздо лучше, чем фаги, которые выделены за 40 дней до или 40 дней после. Вот, эффективность, вероятность заражения в зависимости от разницы по времени. То есть, казалось бы, да, вот мы видим классическую модель естественные враги бактерии, вот в данном случае она реализована. Даже, наверное, если немножко поднапрячься, можно увидеть динамику Вольтера лодки, как волки-зайцы, но, соответственно, они в этой работе не сделали, может быть, теоретически это можно и проделать. Вот, но не все так просто. Значит, если даже в парадигме вот этой самой зависимой от плотности убивалки мы посмотрим на взаимодействие сообщества сложного, например, в море с фагами, мы увидим, вот такую картину. Значит, соответственно, вот у нас есть какие-то бактерии, значит, с ними плавают рядом какие-то фаги и то и другое как-то живет. Бактерии там периодически делятся, а фаги на самом деле в природе умирают, потому что это только вот в пробирке мы можем заразить культуру. Одна там частица фага иногда может заразить довольно плотную культуру бактерий, и все бактерии помрут, потому что это все потомство фагов никуда не девается из-за этой пробирки. Значит, в условиях нашего эксперимента они очень стабильны, они могут храниться там месяцами. А в реальной воде, там, в море время полужизни фаговые частицы ну, порядка суток, потому что ультрафиолет, потому что осаждение, потому что их могут на самом деле съесть простейшие, ну, и, так сказать, там всяческая несудьба может их постичь. И оказывается, что быстро устанавливается некая равновесие между притоком этих фагов от случайных встреч с подходящим хозяевом и их умиранием по разным причинам. Но, если какой-то хозяин начинает размножаться активнее, вот здесь зеленых шариков стало больше, то тут же оказывается, что концентрация фагов к ним растет, и не то, чтобы они все сразу умрут, нет, конечно, но вклад фаговой инфекции в смертность зеленых шариков будет больше, чем вклад фаговой инфекции в смертность синих шариков, например, или там серых палочек. И при этом, как мы с вами видели, я не буду возвращаться к слайду, слизистым, биомасса зеленых шариков не превращается в СО2 и H2O, как было бы, если бы шарик съела как эндинфлагелята, или там, амеба. А она в основном выходит в окружающую среду, и там ее могут съесть те, которые менее успешны. То есть, фаговая инфекция, андженераль, выступает в роли такого молекулярного Робин Гуда, которая грабит богатых и немножко распределяет органику между бедными, увеличивая и разнообразие, и, в общем-то, общую метаболическую активность этого самого водного замечательного сообщества. То есть, с точки зрения общественного блага этих бактерий, может быть, присутствие с ним бактериофагов это не так уж и плохо. И действительно, оказывается, вот эта картинка из старой довольно обзора, мало чего изменилось, моделирование пищевых цепей в океане на самом деле плохо сходится, если забыть про вирусную инфекцию. Потому что здесь есть основная цепь, первичные продуценты, ну, это в основном цианобактерии в открытом океане, там даже одноклещенных водорослей мало. Это фотосинтетические организмы. Их кто-то ест, потом какие-то хищники едят тех, кто ест цианобактерии. Вот это основная цепь. А есть еще гетеротрофные бактерии, которые должны питаться органикой, которая поступает из всех этих... И вот эта микробная петля на самом деле, она крутится во многом потому, что туда органику добавляет вирусный лизис вот этого всего хозяйства. Ну, а также этих тоже. Значит, соответственно, для того, чтобы эта экологическая машинка крутилась, фаги полезны и хороши. Но, с другой стороны, это все, как сказать, очень человеческий взгляд на вещи. Мы там почему-то хотим видеть разнообразное активное сообщество, нестагнивающее. А с точки зрения самих бактерий могут быть фаги имполет. Ну, пожалуйста, вот недавняя работа, в которой был открыт следующий замечательный феномен. Значит, бактериофаги могут не специфически, без всякой инфекции, липнуть на какие-то не относящиеся к ним бактерии. Вот просто здесь вот видно, что, видите, фаговая частица лежит боком. Вот это вот специфическое связывание, он хвостиком ее узнал, здесь она просто прилипла боком. И в том числе они могут липнуть на бактерии, которые подвижны. Соответственно, они могут их куда-то ввозить. И эти подвижные бактерии, как выяснилось, могут иногда двигаться вдоль по гифам гриба. Соответственно, люди продемонстрировали следующую красивую картинку. Вот если мы возьмем кусочек агара с грибом и капнем сюда бактерии фагов, то по гифам гриба они могут преодолеть пропасть, щель в этом агаре вырезанную, воздушную, и пролезть в основной слой агара, где у нас посеяна другая бактерия, чувствительная к фагам. В данном случае, например, яколи. И, соответственно, вот видите, бактерии возят фагов, и там, куда они проникли, возникают самые бляшки. Но, собственно, бактериям что с того? А они в этих бляшках могут образовать колонии. Вот здесь вот видно, что помеченная зеленым флюористирующим белком снегнойная палочка оказалась способна образовать колонии внутри фаговых бляшек в газоне яколи, которые выяли фаги, которые на них приехали. А если бы фагов не было, то они бы там колонии не образовали, потому что плотный газон конкурирует очень жестко за просто питательные вещества, там ничего не достанется. То есть вот, пожалуйста, соответственно, в данном случае фаги выступают как такие агенты микробного антагонизма в интересах, так сказать, одного вида против другого. Естественно, очень много всяких генетических историй с бактериологами. Например, перенос ДНК от бактерий в бактерии с помощью фаговых частиц из-за ошибочной упаковки кусочков это самый мощный процесс латерального переноса генов в бактерии. То есть наиболее эффективный секс у бактерий. А секс у бактерий и вообще у всех остальных очень важен в том числе для предотвращения генетической деградации в силу действия так называемого механизма храповика Мюллера, в который, сейчас мы не будем углубляться. То есть это их спасает. А если у нас возникает лизогения, то там вообще полное раздолье для кооперации, потому что когда профакт существует в виде интегрированного в хромосому кусочка, его интересы на этом отрезке жизненного пути полностью совпадают с интересами этого лизогена. Они могут разойтись в какой-то момент, но тем не менее. И поэтому фаги делают все возможное, чтобы своим хозяинам на этом месте помочь. В частности, у них есть лизогенная конверсия. Очень многие умеренные фаги несут какие-то гены, которые работают в лизогенной бактерии в то время, как основная программа вируса спит, она выключена специальным выключателем, репрессором. Например, многие токсины бактерии на самом деле кодируются не бактериальными генами, а фаговыми генами, и можно вполне индуцировать эти фаги и получить их в виде вирусных частиц. Например, первый такой открытый пример это токсин дифтерии, а вот другой интересный пример это токсин шиготоксигенных еколи. Помните, году так в девятом была в Германии вот эта вот вспышка, когда все кончилось дело тем, что люди ели для здорового питания соевые эти проростки, которые были контаминированы шиготоксигенной еколи. Там несколько человек умерло. Вот на самом деле эти токсикоинфекции пищевые вызываются штаммами, которые несут конвертирующие фаги, и причем синтез токсина происходит одновременно с синтезом фагов. То есть живые бактерии шиготоксигенной еколи никого токсина не делают. Токсин делают клетки, которые сейчас умрут. Из них выйдет фаговое потомство. И поэтому, кстати, больных с такими инфекциями не принято лечить антибиотиками, потому что стресс, который испытывают бактерии, увеличивает частоту индукции, увеличивает продукцию токсина и, соответственно, тяжествение пациента. Вот. Ну, здесь пропустим это. Вот еще один замечательный пример. Мы все говорили про хвостатые фаги, которые преобладают. Но бывают и не хвостатые, бывают нитчатые фаги. Вот мы видим клетку, в данном случае еколи, из нее торчат какие-то волосы. Эти волосы это частицы фагов, которые пытаются из нее выйти. Причем хвостатые фаги умеют выходить из клетки, клетку не убивая. Они как бы так вылезают на поверхность. И вот оказалось, что у многих штаммов синегнойной палочки хвостатые фаги типа ПФ4 очень активно участвуют в построении так называемых бактериальных биопленок. На следующей неделе моя супруга будет рассказывать в том числе и про биопленки. Рекомендую сходить послушать про само это явление. Но в целом это медицинское очень важное явление. Вот оказалось, что эти фаговые частицы, которые вылезают часто не убивая бактерий, взаимодействие вокруг них со всякими разными полисахаридами или даже с внеоклеточной ДНК способны образовывать фактически жидкокристаллические очень упорядоченные структуры, которые образуют очень прочный и устойчивый к высыханию матрикс этой самой биопленки. И сильно способствуют выживанию бактерий в среде. А в качестве вишенки на торте эти фаги еще умеют перенастраивать иммунитет так, чтобы он отвечал по противовирусному типу, что не очень эффективно для борьбы с бактериями. Поэтому ПФ4 позитивные снегнойки гораздо более опасные патогены, чем ПФ4 негативные. Ну, в смысле несущие это профакт становятся более опасными патогенами, хотя никаких токсинов этот факт не кодил. Вот. Так. Ну что, времени я сильно перебрал, в этом есть вопрос. Мы будем с вами говорить про пиратов или перейдем к дискуссию? Пожалуйста, вот. Я так понял, что выбор был сделан в пользу пиратов. Соответственно, пираты бывают нескольких разных сортов и нас будут интересовать те, которые по бокам. Значит, оказалось, что между фагами тоже есть свои достаточно сложные разборки. И даже не только фагами, а фагами и пиратами. Вот эта вот штучка, факт П-4, например, значит, очень похожа, да, но факт П-4 это на самом деле не факт. Это в чистом виде пиратский генетический элемент, который может атаковать клетку лизогенную по П-2, то есть, где профаг сидит в хромосоме, заставить этот профаг индуцироваться, вылезти из хромосомы, но он не даст ему размножиться, сделать свои частицы. Он захватит белки и сделает из них, заставит их собрать капсиды в головке меньшего размера, преимущественно упакует туда свою собственную ДНК, и на этих частицах радостно Гагача уедет другим клеткам. То есть, эффективность продукции этого самого П-2 в ситуации атаки пиратами, значит, она крайне низка, то есть, практически все захватывает пираты. Вот оказалось, что этих пиратов, на самом деле, помимо П-2, П-4, старая система, давно известная, черт вуйма, они сейчас называются PC, Phage Inducible Chromosomal Islands, значит, соответственно, или Пайси. И, соответственно, среди этих Пайси, например, есть островок патогенности один у стафилококков. Ну, это просто кластер генов разных факторов патогенности, которые отвечают понятно за что. Но помимо генов патогенности, там еще есть маленькая штучка, которая отвечает за пиратское поведение в отношении некого фага 80 альф. Поэтому этот самый САПИ-1 при инфекции нашего золотистого стафилококка с стафилококковым фагом 80 альфа может его захватить и уехать в другие штаммы стафилококков, таким образом стимулируя эволюцию патогенности стафилококков. однако не все так просто. Это стафилококком может хорошо от того, что на них путешествует САПИ-1, но в целом довольно распространенные эти паищи досаждают бактериофагом, потому что они уменьшают эффективность инфекции. И бактериофаги пытаются с этими самыми паищами сражаться. Соответственно, как они это делают? Первый метод это попытаться изменить те белки, которые чувствуют пираты. То есть, как захватить мир, не привлекая внимания санитаров. Тихо захватить клетку и убить так, чтобы эта дрянь не активировалась. Либо как-то бороться с белками, которые заставляют преимущественно паковать геном пирата в головки свои. Но самый крутой вариант был обнаружен у некоторых фагов холерного вибриона, которые захватили бактериальную систему так называемого CRISPR-Cas иммунитета. Это вообще-то бактериальное оружие против фагов. Но фаг захватил в свой геном CRISPR-Cas кассету, CRISPR-Cas систему, для того, чтобы контратаковать элемент PLE. Это один из вариантов FH-inducible читайл. Когда он выскакивает из хромостома, чтобы захватить инициативу, он его соответствующие нуклеазы инактивирует. То есть фактически возникают какие-то перестрелки с пиратами и в общем жизнь бьет ключом. Однако казалось, что есть какие-то другие совершенно решения. Вот буквально в этом году вышла статья, я еще даже не читал, коллега представил в нашем Journal Club лаборатории, открыт дополнительный вариант, кстати, очень широко распространенных этих самых ПАЙСи, которые воруют только хвосты. А капсиды они делают сами. И в этой ситуации они устраиваются так, что они на самом деле не сильно интерферируют с размножением фагопомощника, что значительно демотивирует последние искать способы защиты от них. То есть это некое такое квазиравновесное состояние. То есть как говорил капитан Джек Воробей, с помощью коронада и доброго слова можно добиться гораздо меньшего, чем с помощью одной лишь коронады. Соответственно иногда можно и договориться. Ну рассказ был бы неполным, если бы не сказал, что из всяких разных запчастей всяких фагов почивших в Бозе бактерии тоже хитраются сделать всякие интересные свои штучки. Вот например с левой стороны штука очень похожа на фаговый хвост. И действительно в сущности это и есть фаговый хвост. Там те же самые белки, нет никаких сомнений в общности происхождения, только фаговый не имеет отношения, он действительно образуется в некоторых клетках некоторых штаммов снегнойной палочки. Клетки при этом приходится пожертвовать, но они гибнут как лизисом классическим. И потом эти частицы атакуют другие клетки, но других штаммов этой же самой снегнойки, делая в них дырку, и они от этого погибают. А продуценты этих пиацинов задерживают некоторые противоядия, видимо, затыкающие эту дырку, либо измененную поверхность, чтобы они к ним не лепли. То есть это фактор микробной агрессии. А вот штука справа это тоже в сущности фаговый хвост, но он приспособлен бактериями рода серация, такая из интербактериации семейства, которые паразитируют на насекомых. И вот эта штука доставляет какой-то токсин уже не в бактериальные клетки, а в клетки насекомых. Точнее даже не насекомых, а личинок этих самых насекомых заставляя личинку перестать питаться и умереть, чтобы ее потом съели серацию. Поэтому возникло название антифидинг профетч. А вот эта прелесть, смотрите, вот эти солнышки, это картинка из нашей работы. Эти структуры вот такие были найдены зоологами из Петербурга внутри бактериальных симбионтов. Вот эта бактериальная клетка, здесь не очень хорошо видена, она вся заполнена этими солнышками, которые живут в колониальных животных, так называемых мушанках. Вот они. Вот это один миллиметр, здесь одна пятая миллиметра, это целая веточка, здесь раз, три, четыре, пять, шесть животных. Действительно выглядит как такой мох, растущий на камнях где-то в море. Еще сложно найти. Внутри есть специальные органы, заполненные бактериальными симбионтами. В этих бактериальных симбионтах иногда происходит что-то странное и возникают вот такие штуки. И коллеги долго гадали, что это такое, подрядили меня тоже на это смотрите, долго думал, потом думаю, елки, а это очень похоже на структуру, которую описали несколько лет назад американские коллеги. Это так называемый метаморфозис комплекс. В данном случае это такой ежик, состоящий из фаговых хвостов, аморфный ежик, я имею в виду морского ежика, конечно, который образуется в некоторых клетках, потом клетка, болочка растворяется, а ежик как бы есть. И когда с этой штукой соприкасаются личинки некого червяка гидроиды с элеганс, это такой кольчатый червяк, эти хвостики выстреливают и доставляют туда некую белковую молекулу, которая заставляет личинку уйти в метаморфоз. Говорить честно, я не знаю, зачем бактерии псевдолитрамонных лютоавиоляции необходимо взросление червяков. Для меня загадка, наверное, есть какой-то ответ. Но структурно это очень похоже. Во всяком случае, в мире бактерий нам неизвестно никаких других элементов, которые бы подходили под это тело. То есть, похоже, у симбионов мшанки, в данном случае, паралекорная синуоза, образуются тоже маг-подобные вещи, но не аморфные, как там, а аккуратненько оформленные в шарики строго определенного размера, которые, видимо, как-то обеспечивают коммуникацию между этим симбионтом и мшанкой. Что, кстати, не лишено смысла, потому что, как выяснили наши коллеги из Петербургского университета, эти симбионты передаются не через окружающую среду, а через яйца. То есть, соответственно, в какой-то момент должны произойти какие-то процессы, чтобы эти клетки сменили свою локализацию, чтобы они попали в авариальную камеру и были загружены в это формирующееся яйцо. Ведь вполне возможно, что, например, на определенной стадии развития осенью, скажем, большая часть бактерий гибнет, продуцирует какие-то сигналы, которые говорят, ну, давайте нас грузите на борт. Но это как бы мое предположение, доказательств этому никаких нет. так вот. Ну, собственно, со взаимодействиями фагов с бактериями в природе я закончил. И чтобы не обманывать организаторов, буквально я два слова скажу про самую фаговую терапию, потому что уж начнай мне обидеться. Идея придумана Беррелем, значит, он ее активно использовал. Сейчас она испытывает ренессанс из-за того, что кризис резистентности к антибиотикам. И действительно есть некоторое количество публикаций, наиболее известные вот это вот книжка даже вышла The Purship Predator. Это замечательная дама ухитрила спасти своего мужа, профессора каких-то гуманитарных наук, от перитонита, вызванного полирезистентным ацинетобактер баумани. Значит, получив, убедив исследователей, в основном из Техасского Центра Фаговой Терапии, получить разрешение на экспериментальную терапию, и они его лечили 100-45 дней разными фагами, собирая их с миру по нитке у разных исследователей, очищая, вводя внутривенно. В итоге ацинетобактер они не вытравили, но очередной фагоустойчивый мутант, который внутри этого профессора завелся, был вынужден вернуться к чувствительности к одному из антибиотиков. И когда они добавили к лечению еще этот антибиотик, которому исходный штамм был резистентен, тогда они с синергичным веществом фагоэнтибиотика мужика вылечили, он полностью выздоровел и, соответственно, фотографировался с плакатиками слова американской науки. Есть и другие всякие похожие работы, например, по лечению биопленочной инфекции протеза кусочка аорты. Соответственно, такие вещи часто инфицируются, это большая проблема, но на самом деле фаговая терапия это довольно сложная штука. ее главное преимущество в том, что бактериофаги, как мы видим, адаптируются практически всему и почти к любой полирезистентной какой-то тварюшке обычно можно найти бактериофаг. И вообще бактериофагам обычно плевать на резистентность бактерий к антибиотикам, у них совершенно другие отношения. Поэтому да, реально это работает здесь и сейчас, но очень сложно, потому что на каждом этапе возникает очень много разных гитиков. Ну, например, там совершенно кошмарная фармакокинетика. Это крупные частицы, которые там как-то проникают, вводить их в кровь можно, как того профессора, но это встречает очень большие проблемы с сертификацией законодательством. Соответственно, они практически не нарушают микробиомы, потому что они узкоспецифичны, но чтобы нормально применить фаговую терапию, нужно доказать лабораторным анализом, что у пациента чувствительный штамм. А большинство антибиотиков назначаются эмпирически и, собственно, правильно делают, потому что это спасает людей. В общем, короче говоря, это, конечно, как сказать по-русски way to go, но надо это делать, потому что из существующих методов как-то что-то предотвратить возврат в доантибиотичную эру, куда нам всем очень не хочется, это наиболее реалистичнее. Это вот прямо реально может работать здесь и сейчас. И, кстати, в России производятся фаговые препараты, и мы сотрудничаем с микрогеном, стремясь их сделать получше. И теоретически можно даже уходить к препаратам, основанным на инженерных фагах, перепрограммируя один и тот же факт с хорошо подобранными удобными свойствами, чтобы он заражал какие-то другие штаммы. Но на самом деле это все фантастика. Точнее, перепрограммировать можно уже и сейчас. Ну, с переменным успехом, но получается. Но добиться, чтобы это было настолько хорошо и массово, чтобы это можно было практически использовать, это еще далеко. Нам бы сейчас еще дорешать проблемы с фаговой терапией первого типа, в смысле первого поколения, основанной на естественном разнообразии, на чем мы сейчас активно работаем. Но, тем не менее, деваться похоже некуда, хотя я искренне верю, что может лет через 30 возникнет какая-то другая технология, например, рациональный дизайн полностью синтетических антибиотиков. Потому что фаговая терапия вещь очень прикольная, действительно работающая, но уж больно корявая в использовании. Я вот даже на меня обижались коллеги из микрогена, я говорю, что это чемодан без ручки, потому что в нем наше спасение, но тащить очень тяжело. Соответственно, ну, тем не менее, фаги у нас производятся и есть, и, слава богу, микроген решил организовать биоресурсный центр, чтобы навести порядок в своих коллекциях и перейти все-таки к каким-то методам все-таки 21 века, и я желаю им всяческих успехов. Они поставили задачу перейти к персонализированной фаговой терапии, но я пока не очень понимаю, как они конкретно собираются это сделать. Потому что помимо технических там полно всяких прочих проблем. На этом у меня все в порядке рекламы. Могу порекомендовать тем, кому интересно мою книжку про бактериофагию. Она еще не очень устарела за три года. Если про историю, то вот этот обзор на самом деле качественнее, чем глава в книжке. И записки Дерелли я уже вам называл. Все, у меня все. Я прошу меня простить за безбожный перебор времени. я просто на этой неделе не успел тщательно подумать о том, как мне уложиться в него и не уложился. Но если есть желание задать вопросы, я бы большим довольствовал. Давай еще благодарю вас. Расплагодарю.